Сегодня, 21 марта, весь мир отмечает День кукольника. В гости к сказочным персонажам и их создателям отправилась Юлия Важенина. Кто в детстве не любит играть в куклы? Придумывать им истории, заплетать косы и показывать домашним целые представления. Со временем у детей интерес куклам угасает, но есть и те, кто посвящает им всю свою жизнь. Сегодня мы пришли в гости к кукольникам. Разноцветные шпульки, бумажные эскизы, кусочки поролона и ткани. Так выглядит святая святых, где кукла появляется на свет, мастерская у художников. Всего лишь за пару недель каждый мастер может изготовить любой театральный персонаж, но начинается все с эскиза. Мы получаем от художника эскиз, образ какой-то набранный, и потом художник-скульптор начинает вылепливать головку. Отливается гипсовая форма, такая гипсовая форма, вот, она подсыхает, пластилин отсюда вынимается, и сюда начинается закладываться папье-маше. Вот, закладывается по 7 слоев, варится клей специальный. Обычно мы варим муку с желатином, получается такой клейстер. Оказывается, что на скорость изготовления кукол влияет даже погода и температура воды в батареях. Главное, чтобы высохла форма. А уже потом начинается полная обработка, собирается голова будущей куклы, набивается формы тела, и макет отдается под роспись художнику. Именно он знает, какой персонаж и для какого спектакля ему надо разрисовать. Кстати, здесь же и реставрируют кукол. Сейчас я занимаюсь реставрацией куклы. У него сломалась лапка, и выскочила трость. Эти трости цепляются посредством крепления железного механизма к поролоновой основе лапок куклы. В мастерской создают совершенно разных героев представления для разных сказок. Например, вот этого дракончика сделали для премьерной постановки этого сезона «Константин-01». Кстати, именно благодаря ему Марину Зимину теперь называют матерью драконов, прямо как в нашумевшем сериале. Он у нас по сценарию маленький, вылупливается из яйца. Умеет глазками моргать, подмигивать, чтобы всем понравилось. Такой вот у нас хитренький. Потом он умеет у нас ротик открывать. А из этого ротика он умеет у нас пускать дым. Гапитные, тростевые, планшетные, паркетные и маппет-куклы. Каких только артистов нет в театрах. В чем их особенности и как ими можно управлять? Все тайны кукольного мира раскрывали зрителям на мини-фестивале, посвященном празднику. Артисты Чувашского театра «Кукол», «Московского отражения» и «Саквояжа» из города Сочи показали представления для юных зрителей столицы Чувашии. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.